Приветствую вас, друзья коллекционеры! Вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки И сегодня у нас седьмой день Сегодня совсем времени мало Поэтому сразу же переходим К вскрытию Сразу же переходим К вскрытию седьмого окошка И кто же там? Кто же там? И мы уже видим Я не знаю, вы видели, нет? И... Ух! Ладно Это я пытаюсь изобразить Ту самую классическую музыку Из фильма Пятница 13 Я знаю, не получилось В общем, у нас здесь Джейсон Вурхес Погнали слушать его историю Итак, друзья коллекционеры Колотите свой любимый напиток И присаживайтесь поудобнее Ибо сегодня будет, скорее всего, долгий разговор Так как наш сегодняшний герой Джейсон Вурхес Пятница 13 Американский фильм Хотя какой фильм? Это киносериал ужасов Роль главного героя фильма Джейсона Вурхеса Сверхъестественного серийного убийцы В хоккейной маске Исполнило множество актеров Также, наверное, стоит вам и напомнить слегка историю Ну, всякое бывает Есть люди, которые, возможно, даже не смотрели этот фильм Вурхес утонул в 11-летнем возрасте в озере Когда отдыхал в летнем лагере Хрустальное озеро Вурхес оживает в день своей смерти В пятницу 13 И начинает всем мстить Пятница 13, вышедшая на большие экраны в 1980 году Можно смело ставить на одну полку с такими картинами, как Хэллоуин, Техасская резня бензопило и Кошмар на улице Вязов А полку эту с легкостью можно подписать Образцовые молодежные слэшеры Или теперь уже классические слэшеры на все времена По мотивам фильмов, в пятницу 13 было выпущено множество романов, комиксов и компьютерных игр Про мерч и игрушки, думаю, даже не стоит и говорить Или перечислять компании, которые их выпускали Проще назвать, наверное, те, что не выпускали игрушки по этой франшизе Хотя критики принимали фильмы достаточно прохладно У сериала появилось много своих поклонников Благодаря интересу которых было снято аж 12 фильмов Часть из которых были просто лютым бредом Ну и это не останавливало маньяка в маске А его хоккейная маска впоследствии стала одним из самых узнаваемых атрибутов в мировом кинематографе Теперь же, наверное, было бы логично поговорить о самом Джейсоне Вурхите И тут я, честно говоря, просто растерялся Ибо так много интересных фактов Высказываний от людей, связанных с этим персонажем Рандомные информации и коллаборации Начну, наверное, сначала Это главный злодей серии фильмов «Пятница 13» Маньяк-убийца известный своими кровавыми способами расправы над жертвами Фирменное орудие убийства – мачете По первоначальной задумке Джейсон должен был появиться лишь в эпизоде А не стать главным героем О чем нам и говорит тот факт, что в первом фильме Сейчас будет спойлер Убивает всех не он, а его мать Лишь во второй картине зрители узнают, что Джейсон жив И только теперь он начинает мстить за мать И плавно превращается в машину для убийств Также нужно отметить, что свою легендарную хоккейную маску Он находит лишь в третьей части этого огромного сериала Длиною в 29 лет И именно с этих пор его маска стала резидной карточкой персонажа Ненужный факт, но, как мне показалось, очень интересный Каскадер Кейн Ходор примерял образ маньяка в маске больше остальных Исполнив роль Вурхиса в четырех фильмах серии На протяжении всей серии внешний вид Джейсона менялся Несколько раз из-за того, что над серией работали различные специалисты По гриму и визуальным эффектам Включая самого Стэна Винстона И небольшая ремарка, чтобы вы понимали, почему я так заострил ваше внимание на этом человеке Это американский мастер визуальных и технических спецэффектов Известен своей работой в таких фильмах, как «Терминатор» четыре части Не четвертая часть, а все четыре части «Парк Юрского периода», «Чужие», «Хищник» и его сиквел «Эдвард Руки Ножницы», «Трансформеры», «Железный человек», «Невероятный Халк», «Бэтмен» И это далеко не весь список За второго «Терминатора» в 1990 году он получил два Оскара За лучший грим и за лучшие спецэффекты Спустя два года, в 1992, он был номинирован еще раз на Оскара за фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается», сделав грим для Дэнни Девитта в роли пингвина И для Мишель Пфайфер в роли женщины-кошки А также за то, что спроектировал «Готэм-сити» в таком стиле, в котором его видел сам Тим Бертон В 1993 он забирает еще одного Оскара за лучшие спецэффекты И не за абы что, а за работу над этими самыми спецэффектами в фильме «Парк Юрского периода» В его копилке более полусотни наград и номинаций Одной из номинаций, кстати, была «Золотая малина» за худшие визуальные эффекты За фильм «Пришельцы с Марса» А вообще в его активе 4 Оскара О трех я уже упомянул, а вот про его первый как-то забыл сказать Его он получил за работу над фильмом «Чужие» Премия за лучшие визуальные эффекты Вот такая не совсем небольшая ремарка получилась Ну давайте вернемся к Вурхезу А точнее к его коллаборациям с другими известными персонажами Например, вот такой вариант есть «Фредди и Джейсон против Эша» Или «Фредди против Джейсона против Эша» Это, к сожалению, не фильм и не сериал, а серия комиксов Появление которой стало возможным благодаря совместным усилиям Издательств «Вайл Сторм», «Динамит Интертеймент» и «Диси Комикс» Серия комиксов «Фредди и Джейсон против Эша» создана командой художников и сценаристов Вышеупомянутых издательств на основе образов и героев киносериалов «Кошмар на улице Вяза» в пятница 13-е И «Зловещие мертвецы» Действие комикса происходит некоторое время спустя после событий фильма «Фредди против Джейсона» Который многие, кстати, называли кроссовером всех времен Но на деле он таким не получился Но это далеко не все Еще одной коллаборацией Вурхеса можно и нужно назвать мини-серию комиксов «Джейсон против кожаного лица» Состоящая из трех выпусков, изданных в 95-м и 96-х годах Серия является кроссовером между двумя популярными киносериями в жанре ужасов «Пятница 13-е» и «Техасская резня бензопилой» Но считается не каноном для обеих серий На книгах и играх я уже не буду подробно останавливаться Просто знайте, их было немалое количество Что опять же только подтверждает культовость такого персонажа, как Джейсон Вурхес Вообще трудно переоценить влияние Джейсона Вурхеса на поп-культуру Так как он стал одной из ведущих икон американской поп-культуры В 92-м году персонаж получил премию MTV Lifetime Achievement Award Он является одним из трех вымышленных персонажей, получивших премию Наряду с Годзиллой в 96-м и Чубакой в 97-м Магазин Wizards поставил Джейсону на 26-е место в своем списке величайших злодеев всех времен Парк Universal Studios и New Line Cinema ежегодно устраивает аттракцион Halloween Horror Nights Используя персонажа в этом мероприятии В 1986 году Элис Купер написал песню-саундтрек к фильму «Джейсон Жив» под названием «His Back» Песня была написана, чтобы отпраздновать большое возвращение Джейсона в мир кино И Минем упоминает Джейсона в нескольких своих песнях Также в своих песнях Джейсона упоминают «Тупак Шакур», «Доктор Дре», «ЛЛ Кул Джей» и «Инсейн Клаун Пос» Джейсон появляется в качестве DLC персонажа в видеоигре «Мортал Комбат» Да и в целом участие этого персонажа можно встретить в разного рода проектах Таких как фильм «Крик» Его там упоминают в разговоре «Гриффин» и «Симпсон» и «Робоцып», «Южный парк» Я уверен, что и многие из вас еще не один вариант смогут накидать в комментариях Ну и пожалуй хватит уже, я думаю Давайте я скажу хотя бы пару слов о фигурке Лично мне не удается понять из какой именно части это Джейсон Да это пожалуй и не совсем важно Ведь наличие этой легенды у вас на полке Даже в таком крохотном выполнении Это уже победа Пускай и маленькая Джейсон от Фанка бесподобен Тут проработано все что нужно И каждая деталь на своем месте Мило и злобно одновременно А чего еще нужно ожидать от такой фигурки? Поставлю я пожалуй его к остальным Пускай они полюбуются на легенду поп-культуры Что ж вот так коротенько о фигурке И совсем не коротко о самом персонаже Надеюсь вам было интересно Если да, не забывайте оценивать мои старания любыми из действий под видео Комментарии, лайк, репост и подписка А комбо из этих действий Поможет продвижению канала Друзья коллекционеры Благодарю вас за внимание И увидимся уже завтра Всего вам доброго И помните канал Сынотеца Игрушки Создаем коллекцию вместе Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok